Таскать воду в Донецке обязанность каждого подростка. Это Илья, ему 14. Он ловко орудует воротом колодца. Так он помогает родителям и бабушке. Этот бревенчатый колодец единственный в Донецке источник питьевой воды. Механизм его предельно прост. Бревно, цепь, ведро и рукоятка. Колодец не простаивает без дела. И за дня в день, из года в год идут к нему люди. Руины от старых домов и пустынные улицы села похожи на декорации из постапокалиптического фильма. Здесь осталось чуть больше 40 домов. Это 150 человек. По большей части старики да дети. Те, кто остался, пытаются как-то выживать. Например, как 59-летний Николай Таранов. Скажите, вот если обобщить все проблемы, которые на селе есть, какая проблема самая насущная? Ну, вода и газ первые. И дороги нету, как говорится. Сейчас дорога вот есть, ты ехал. Сейчас хороший дождь пройдет, ты не проедешь. А скорая как приезжает к вам? Приезжаю. Сейчас по вызову приезжаю. Те годы так не было. Сейчас нормально. Люди в основном живут здесь за счет частных подворий, держат скот, косит сено, работают на огороде. Но все же не теряют надежду, что увидят при жизни природный газ, которым так богат регион. Пожилые люди, вот сколько они ждут, ждут, вот уже такие, которым больше 80. Вот они, чтобы газ увидели. Говорят, мы-то ладно, мы еще дождемся, мы здоровье дожим. Так если протянем, то, говорю. Ну вот эти старики кезами топили все, поломы топили. Раньше рассказывают. Вот они им что. Он себя показывает по телевизору, какой праздник у кого газ запускает. Я вам, там ликует весь село. Пенсионерка Жанулсын Жантелеева с зятем приводит в порядок дом соседки за символическую плату. Жанулсын верит, что село можно возродить. Для этого, говорит она, нужно для начала следить за эстетическим видом поселка. Каждый двор сам занимался чем-то. И дети, которые, и у них же дети есть. Пусть они к этому хорошему учатся. Деревья сажают, деревья не ломают, чтобы был город живым, а не как мертвым. Потому что у людей есть будущее, дети. Мы уже старые, конечно, нам тоже хочется детям помогать, чтобы живое что-то зеленело. Вы верите, что у Донецка есть будущий молодой? Я верю, например. Дом 29-летнего Габита Умарова потрепал два года назад мощный ураган. Власти обещали помочь с ремонтом, но все осталось только на словах. Никакой помощи от властей не дождалась и мать шестерых детей Жумакыс Жакеева. Да, 70 тысяч ушло. Они нам обещали, умбис, умбис, всего умбис, ниши, проверим. А кто конкретно обещал? С Акиматы? Акиматы и МЧС, Федоровский наш. Все приезжали, фотографировали, ну и что толку. Вы же ни копейки не получили? Ничего, ничего, ничего. Нету. Погода в этих краях непредсказуема. В любой момент может подняться сильный ветер, и село погружается в облако пыли. Единственный социальный объект в Донецке – это школа до 4-го класса. Сейчас она закрыта на время летних каникул. Фельдшерский пункт также в этом здании, и он тоже закрыт. Врачи в селе из-за отсутствия воды и газа долго не задерживаются. На этой детской площадке, возможно, играли еще родители нынешних учеников. Детские аттракционы с военной атрибутикой советского времени. В Акимате сельского округа не называют конкретных сроков газификации Донецка. Сроки возмещения ущерба от урагана также не определены. Там есть социальные объекты. А социальные объекты однозначно газифицироваться будут. Это же за счет бюджетных средств. Туда проектно-осметная документация уже изготовлена. Вообще, по идее, по-моему, как бы не в этом году должны были. Но просто все связано здесь с кризисом. Ну, вообще, туда в планах стоит газификация. По данным властей, в Западно-Казахстанской области насчитывается 443 села. 48 из них, как говорят чиновники, с низким потенциалом развития. Власти в такие села не будут вкладывать бюджетные деньги. Донецк в списке неперспективных сел не значится. Санатур Налиев, Айжана Абдрахманова, Азатык ТВ.